Телеканал «Дождь» представляет Книги на дожде Кажется, прошел тот период, когда рассказ не пользовался популярностью. Впрочем, в данном случае я имею в виду не столько читателей, которые, конечно же, рассказы читать не перестали, сколько издателей, которые с большой неохотой издавали сборники рассказов. За последнее время вышло довольно много любопытных сборников рассказов, но другое дело, что очень часто это рассказы вполне традиционные. Как будто отсылающие нас к совершенно иному советскому времени. Во всяком случае, эта литературная традиция чувствуется достаточно сильно. Но если чего не хватает, так по-настоящему современного рассказа, который говорил бы о сегодняшнем дне, сегодняшним языком. Ну, разумеется, без надрыва и без особой маргинальности. Говорил легко и с иронией. Но если не всем, то некоторым из этих требований удовлетворяет сборник рассказов Олега Зоберна, который называется «Ширь». Это самые разные по жанру рассказы. Здесь есть и лирические зарисовки, есть и весьма ироничные бытовые сценки. Книга открывается рассказом, который явно пародирует «Чистый понедельник» Ивана Бунина. Но другое дело, что это вполне современная версия. Есть рассказы фантастические или полуутопические. Но главное, что Олег Зоберн пишет легко, с иронией. И его не скучно читать. Шестая дорожка Бреговича. Февраль, ночь, подмосковный поселок Листвино. Фары моей машины освещают Ивана Денисовича. Я сварил для него кастрюлю пельменей. Учуяв еду, Иван Денисович от радости принялся забегать в свою конуру, гремя цепью и тут же выскакивать обратно. Его глаза вспыхивают голодным зеленым огнем. Машина стоит с включенным двигателем, чтобы не разрядился аккумулятор. Вокруг безлюдно. Иду в свете фар с кастрюлей. На морозе от пельменей валит пар. И не доходя до пса, я опускаю кастрюлю в снег. Пусть еда остынет. Хозяин Ивана Денисовича, мой сосед Андрюха, кормят его редко. Но в дом не пускает никогда, даже в сорокоградусную стужу. И постоянно держит его на цепи, потому что Иван Денисович может убежать. Он рвется к кастрюле, тявкает. Наконец, пельмени охлаждены, и я подношу ему кастрюлю. Обхватив ее передними лапами, Иван Денисович жрет. То и дело, он отрывается от пельменей и блаженно взглядывает на меня. Кличку сосед ему дал общеизвестную и безродную Мухтар. Иной раз я воображаю, что вокруг его будки натянута колючая проволока и стоят маленькие вышки. Этого, в общем, только и не хватает для превращения пространства между домом и сараем, где стоит будка, в одноместную собачью зону. И я стал называть Ивана Денисовича Иваном Денисовичем, как одного видного литературного узника. Он откликается. Андрей живет тут постоянно, он немолод и одинок, если, конечно, не считать Ивана Денисовича. Но не мог же Андрюха по своей воле стать членом семьи заключенного и начальником лагеря одновременно. Не мог он так изощриться. И нет у него родственных чувств к Ивану Денисовичу. Моя дача на окраине поселка, здесь только частные дома, в основном летние. А на той стороне оврага, центр, там типовые серые пятиэтажки. Я приезжаю сюда работать, здесь удобно. Собрана большая библиотека, тихо привожу ноутбук. Я пристрастил Ивана Денисовича к музыке, точнее, к одной композиции, одного автора. На другие песни с этого диска он не реагирует, как, впрочем, и на всю остальную музыку вообще. Теперь он сыт и ждет развлечения. Я открываю багажник, чтобы лучше было слышно задние колонки и сабвуфер. Нахожу в бардачке диск Бреговича, вставляю его в магнитолу, выбираю шестую песню, делаю погромче. Вступление соло на саксофоне, затем подключаются ударные. Великолепно аранжированная балканская тоска разливается вокруг. Брегович начинает петь. Иван Денисович в экстазе. Он катается по снегу возле будки и, кажется, подвывает, как и в первый раз осенью, когда я громко включил Бреговича возле дачи. Что происходит в его душе при звучании песни номер шесть? Что заставляет кувыркаться и подвывать? Я не знаю. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru Редактор субтитров А.Семкин